Дорогие наши телезрители, я рад, что у нас опять такая возможность от Господа, как милость быть вместе с вами и проповедовать Евангелие всей твари через телеканал Благих Новостей. Я напоминаю, что меня зовут Михаил Петров, и я веду передачу о самом главном. Мы находимся сейчас с вами в студии в Соединенных Штатах Америки, город Филадельфия. Моя просьба к вам в самом начале. У вас на экране время от времени появляются наши данные. Телефон, куда вы можете сообщить о своих переживаниях, где вы можете соединиться с нами в молитве, в ваших проблемах и трудностях. И наша ходатайственная группа молитвенников, они всегда будут поддерживать вас. Я напомню, что в студии Михаил Петров, город Филадельфия. Звоните, пишите, мы рады быть с вами. Сегодня Бог положил на сердце рассуждать вместе с вами, дорогие, о наблюдении. И Библия говорит, книга Иклисиас, 4 глава, 17 стих. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо творят». Итак, наблюдение. Вы знаете, мы живем в мире развитого технологического прогресса. Мы живем, когда технологии настолько развиты, что сегодня за всей Землей и все, что происходит у нас на планете, наблюдают спутники связи. Мы живем в мире, где на Земле установлены камеры наблюдения. Мы живем в обществе, где люди так склонны наблюдать друг за другом и замечать, конечно, недостатки друг друга. Но Библия нас призывает, чтобы мы наблюдали за собою, чтобы кто не лишился благодати Божией. И вот мудрейший человек, имя которому Экклесиаст, наблюдая за происходящими исполнениями жизненных законов, он определил «наблюдай за ногою твоею, когда ты идешь в дом Божий. И будь готов больше, больше, дорогие мои братья и сестры, будьте готовы к слушанию, нежели к жертвоприношению». Давайте попробуем определить, что же сегодня здесь Бог говорит для нас. О чем это слово сегодня к нам? И какие изменения Бог хочет в нашей жизни? Итак, здесь Бог говорит о наших ногах. «Наблюдай за ногою твоею». Здесь Бог говорит и о наших руках. «Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Жертва осуществляется нашими руками. И дальше Господь говорит «будь готов более к слышанию». Говорит Бог и о наших ушах. Здесь Бог говорит о разуме, ибо они не думают, что худо делают. Послушайте, в одном коротком отрывке Священного Писания так много сказано о нашей сущности, так много сказано о членах нашего тела. Но больше всего, на что я хочу обратить внимание, дорогие мои, здесь Писание говорит и о сердце нашем. Да, да, здесь не упомянуто это слово «сердце». Но в общем, к чему призывает нас сегодня автор этих строк, заключается в том, что происходит в нашем сердце, в том, что происходит в глубине нашего сердца. Итак, здесь Бог говорит о наших ногах, здесь Бог говорит о наших руках, здесь Бог говорит о наших ушах, здесь Бог говорит о нашем разуме и о нашем сердце. Я вспоминаю детскую песню, которую мы пели еще в ранние годы моего познания Господа Иисуса Христа на воскресной школе. Мы пели примерно такие слова «О, друг, следи всегда, что говоришь. О, друг, следи ногами, ты куда идешь. О, друг, следи за руками, что ты делаешь. Следи за своим слухом, что ты слышишь». И я думаю, дорогие мои, сегодня эта короткая, маленькая, простая детская песня может стать вообще программной песней для каждой церкви, чтобы мы наблюдали за собою, наблюдали, где ступает нога наша, наблюдали, что мы слушаем. Это можно отнести и к музыке современной, это можно отнести и к различным повествованиям, которые не назидают. Это можно отнести к тому, о чем мы думаем, и вообще о нашем сердце. Больше всего хранимого, храни сердце свое, говорит Премудрый, потому что из него источники жизни. Из-за того, в каком состоянии сердце наше, вот таково и наше поведение. Из-за того, как мы ведем, слагаются наши отношения. Из-за того, как слагаются наши отношения, результат нашей полезности для общества. Поэтому, дорогие, сегодня Писание говорит для нас, увещевает нас, наблюдайте. Наблюдайте, как вы слушаете, наблюдайте, как вы поступаете, наблюдайте за вашим сердцем. Дорогие друзья, когда вы вместе с нами участвуете в этой телепередаче вашими сопереживаниями, моя просьба к вам, не оставайтесь безучастными, звоните нам, говорите о ваших нуждах, наши данные, телефон и другие средства связи вы можете увидеть на ваших экранах. Я вам хочу сказать, что есть веб-сайт, то есть электронная страничка телеканала «Благих новостей» ТБН. И там есть различные отделы, где вы можете оставить свое переживание, свое сообщение, вы можете высказать свое предположение, вы можете даже сказать свою конструктивную критику, для того, чтобы улучшить наши передачи и вообще служение телеканала «Благих новостей». Благослови вас, Господь, не быть просто посторонними наблюдателями, а созидающими, как члены тела Христова, заботящиеся друг о друге. И об этом служении ТБН. Итак, дорогие, для того, чтобы продолжить наши рассуждения, давайте мы теперь обратимся к Новому Завету. Я хочу прочитать одну историю, очень поучительную историю, которая записана в Евангелии от Марка, 3 глава. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу его, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину!» А им говорит, «Должно ли в субботу делать добро или зло, душу спасти или погубить?» Но они молчали. Дорогие мои, это повествование начинается словами «И пришел опять в синагогу». Слово «опять» говорит о том, что Иисус не первый раз был посетителем этой синагоги, этого богослужения. И в очередной раз пришед среди своих сродников, среди людей, которые знают имя живого Бога, написано, что «опять пришел в синагогу». И там был человек, который имел проблему в своем здоровье. У него была парализована рука. У него была иссохшая рука. И вот дальше мы с вами читаем, «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу». Вот отрывок из Священного Писания, который мы положили в основание нашей беседы, «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий». Я хочу возвратиться и сделать связь между отрывком из книги «Экклисиаст» и повествованием Евангелия от Марка. Иисус Христос, безусловно, знал Писание, даже не учившись. Когда Он был в 12-летнем возрасте, и вы помните это событие, Его семья пришли на праздник в Иерусалим, и так случилось, что по какой-то невнимательности они, Иосиф и Мария, и его родные, покинули Иерусалим, покинули храм, и только на третий день обнаружили, что отрока нету с ними. А Иисусу в то время было 12 лет. И когда они возвратились, ища Иисуса, то нашли Его рассуждающим, беседующим со знатоками Священного Писания, Торы. И все люди, которые слушали Его, удивлялись, как это Он знает Писание, не учившись. И вы помните дальше развитие этих событий. Он был в послушании у Отца и Матери в Доме Своем. Но я вот на какую деталь хочу обратить внимание, дорогие мои. Наблюдай за ногою Своей, когда идешь в Дом Господен. Ведь наш Господь Иисус знал это место Священного Писания, и Он выполнял все то, что предписано Богом на страницах Писаний. И когда Он направлялся опять в синагогу, безусловно, Он наблюдал за ногою Своею. Но в отличие от нас, Он знал четко свое предназначение. Он знал, что Он оставил славу небес и сошел на эту землю. И на этой земле Сын Человеческий, как пишет этот же евангелист Марк, в 10 главе, в 45 стихе, Он пришел не для того, чтобы Ему служили. Он пришел для того, чтобы послужить людям и отдать жизнь свою ради этих людей. И вот Иисус Христос идет в Дом Божий и наблюдает за ногою Своею, чтобы выполнить вполне свое предназначение для того, чтобы выполнить волю Отца и принести себя в жертву, в жертву умилостивления за Твои и за мои грехи. Поэтому слово, которое ты слышишь, дорогой друг, оно относится к тебе. Иисус Христос — жертва совершенная ради тебя. Поэтому, когда ты принимаешь Иисуса верой в свое сердце и совершаешь молитву покаяния, она очень простая. «Господь, прости меня, я грешник. Я верю, что ты Бог любящий. И жертва Иисуса Христа, она заместительная жертва за мои грехи. Принимаю тебя в свое сердце, как Господа». Аминь. Это все, что нужно тебе сделать, дорогой друг. Но, продолжая наше рассуждение сегодня, я хочу напомнить, что Иисус, идя в Дом Божий, наблюдал за ногою Своею. Но это же Писание знал не только Иисус. Это Писание знали и фарисеи, те, которые были участниками этого эпизода. Они тоже знали Писание, что когда идешь в Дом Божий, нужно наблюдать за ногою Своею. И когда они пришли, то они не за собой наблюдали, они наблюдали за Иисусом. Ученики, которые постоянно окружали своего Учителя, они тоже знали это Писание. Но когда они шли в Дом Божий, я так размышляю, предполагаю, что у них было много переживаний в сердце. С одной стороны, да, действительно, они, идя в синагогу, понимали, что там будет Слово, и нужно слушать это Слово. Для того, чтобы в разуме Его принять и сердцем исполнить в своей жизни. Они понимали, что нужно сосредоточить все свое внимание именно на Слове Божии. Но у них, очевидно, еще было переживание, а что произойдет с нашим Учителем? Ведь Он всегда что-то делает из ряда вон выходящее. И они, очевидно, немножко переживали и за Иисуса Христа, как за своего Учителя. Я попытаюсь сейчас направить наше размышление как раз вот в отрывок этого Священного Писания. Дорогие мои, это Дом Божий, куда нужно направлять свои шаги и наблюдать за ногою своею. Действующие лица этой истории, это, безусловно, Иисус Христос. Это Сухорукий, тот, который присутствовал на этом богослужении, но у него была проблема, он был парализованный. Это ученики, которые окружали Господа нашего Иисуса Христа, которые ожидали что-то необычного, иногда, на их взгляд, позитивного, иногда негативного. Они даже иногда пытались подсказывать что-то Иисусу, пытались удержать Его от каких-то необдуманных поступков. Они пытались учить иногда Иисуса. Они говорят, учитель, так не делают. Нужно сделать это сначала, а потом это. Но среди этих действующих лиц, этого театра действий, были еще и фарисеи. И вот все эти люди, объединенные Домом Божиим, собрались в одном помещении. Это была синагога. И наш Господь, который пришел в синагогу для того, чтобы выполнить волю Отца и быть послушным Ему, Он говорит сухоруком. Давайте мы вообразим, вот что же там произошло. Ну, идет богослужение. Есть ответственные за это служение. Есть посетители, люди. И вот Господь, Иисус Христос, принимает на Себя инициативу. Он берет лидирующую роль. И посреди служения Он вызывает вперед этого человека. Дорогие мои, весьма знаменательный момент. Почему Он, обращаясь к этим фарисеям, говорит, «Скажите мне, вот в субботу нужно делать добро или зло?» Я вам скажу, милые мои, что Иисус знает помышления их. Много раз мы находим в Священном Писании, когда нам Библия говорит, «Видя помышления их». Я хочу спросить вас, дорогие друзья, вы знаете, что Бог знает и ваше помышление? О чем вы думаете? О чем вы размышляете? Даже когда вы находитесь на богослужении? Даже когда идет проповедь? Куда улетают мысли ваши? Как вы оцениваете того или иного выступающего? Как вы смотрите на тех, которые поют? Как вы смотрите на тех, которые участвуют в жертвоприношении? То есть в пожертвовании? Бог знает помышления наши. Меня это утешает, дорогие мои. А вас? Может быть, вас настораживает? Может быть, в вашем разуме гнездится какая-то мысль, которая не дает вам покоя? Эта мысль направляет ваши взоры совсем от Господа Иисуса к этой земной комфортной жизни. Бодрствуйте в молитве, трезвитесь, бодрствуйте, потому что наша жизнь здесь, на этой земле, она настолько сложна, она настолько закручена всеми этими житейскими принципами, с заботами, которые увлекают нас и похищают посеянное слово. Иисус, видя помышления их, поставив как наглядное пособие перед собой и перед всеми этого человека, который нуждался в исцелении, спрашивает людей, фарисеев, фарисеев, которые наблюдают за ним, надо же так произошло, откуда он все это знал? И он их спрашивает, скажите, сегодня суббота, можно делать добро или зло в субботу? Удивительно странный вопрос. Я вам скажу, что добро нужно делать всегда, а зло вообще никогда не нужно делать, ни в субботу, ни в понедельник, ни в другие дни. Кажется, излишний вопрос, постановка, с которой подошел Господь к сердцам этих фарисеев. И он говорит, скажите, что нужно делать в субботу, добро или зло? И на этот вопрос они не ответили, они молчали. Я вам скажу, дорогие наши телезрители, сегодня вы соединяетесь вместе с нами в этой передаче, которая называется «О самом главном». Вот то, о чем я говорю сегодня, для многих из вас самое главное. Когда мы слушаем Слово Господне, что оно производит внутри нас? Вызывает ли положительную реакцию? Мы готовы оставить то, с чем мы пришли на богослужение? Мы готовы к переменам? Или, может быть, это слово приводит нас в молчание? Я сегодня хочу сказать вам, дорогие мои друзья, когда Бог задает вам вопросы, не молчите. Я вспоминаю несколько персонажей в Библии, когда Бог задавал вопросы, и люди молчали. Иногда давали какие-то несуразные ответы. Каин вообще оправдывается, говорит, а что я, сторож брату своему? А человек, который оказался не в брачной одежде, на перу у царя, который сделал это торжество, пиршество для сына своего. И когда вошел хозяин и обращается, «Друг, как ты сюда попал?» в небрачной одежде. Этот человек молчал. Я думаю, что многие христиане сегодня не могут ответить на многие вопросы, которые Бог ставит перед ними. И я говорю тебе сегодня, это слово для тебя. Когда Господь тебя спрашивает о твоей жизни, о твоем посвящении, что ты можешь Ему ответить? Или ты молчишь? И вот представьте эту картину, я продолжаю этот рассказ. Стоит сухорукий посреди синагоги. Рядом Иисус обращается своим пронзительным, написанным гневным взглядом, скорбя об ожесточении сердец их. Он говорит, что нужно делать, добро или зло? Спасти душу или погубить? Они молчали. И тогда Он говорит, Иисус Христос, протяни руку свою. Послушайте, в субботу не запрещалось протягивать руку. В субботу не запрещалось говорить слово. Если бы в этой руке были какие-то предметы или тяжести, тогда другое дело. Да не в этом вообще смысл отношений Иисуса Христа с окружающими людьми. Когда-то Он сделал брение, просто плюнул на землю, сделал вот эту смесь и помазал глаза слепому. И вы помните, Он прозрел. Тогда Его тоже обвинили, что Он нарушает субботу. Но сейчас совсем другая ситуация. Наш Господь Иисус просто говорит, протяни руку свою. И вы помните, что произошло? Он протянул. И моментально пришло исцеление. Не нужно было елея помазания, не нужно были посты, молитвы, нужно была вера в животворящее Слово Божие. И когда этот человек с проблемой протянул руку, она стала здорова. И вот при всем этом противники Иисуса Христа, Сына Божьего, которые и пришли в Дом Божий только для того, чтобы наблюдать за собою, не за собою, а за Иисусом Христом, а не за ногою Своею, они вышли для того, чтобы составить против Него загород. Послушайте, это вообще из ряда вон выходящая реакция. Человек, не нарушив субботу, получил здоровье. Почему нужно было так сурово относиться к нему, к этому Целителю? Я вам скажу, дорогие друзья, что они нарушили основную заповедь Господа нашего Иисуса Христа о том, что есть один Бог, и Ему нужно поклоняться, Ему нужно одному служить. И слово этого Бога, оно сильно, оно творящее. И вы помните первую главу книгу Бытия, когда Бог словом Своим произвел все видимое и невидимое. Это слово, имеющее творческую силу. Это слово, имеющее исцеляющую силу. Это слово, которое может изменить и твои обстоятельства жизни. и вместо сухой руки у тебя появится жизнь. Вместо бушующего моря у тебя появится штиль, совершенное спокойствие. Дорогие друзья, это может сделать наш Господь Иисус Христос, потому что Он приходит сегодня в твой дом. Я хочу тебе сказать разницу, которая приходит как откровение в нашу жизнь. Есть состояние, когда Христос пребывает в доме, но есть состояние, когда Христос дома. В доме и дома это две большие разницы. Это большая разница между двумя этими понятиями. Послушайте, мое сегодня пожелание, чтобы когда ты пришел в общение с Господом, с Иисусом Христом, чтобы Он не просто был в твоем доме, а чтобы Он дома у тебя был, как хозяин, тот, который Слово может сказать, изменится жизнь твоя. Послушайте, что сделали эти люди, когда они встретились с животворящей силой Слова Иисуса Христа, как Сына Божьего. Они посреди собрания оставили богослужение. Для чего? Они вышли, чтобы сделать совещание, чтобы сделать заговор против Него. И не просто отстранить Его от пастырства, не просто временно взять Его на замечание, а написано, как бы погубить Его. Его погубить. Иисуса за что? За то, что Он нарушил субботу, за то, что Он помог этому человеку. Послушайте, мы с вами говорили о том, что ибо они не думают, что худо делают. Это те, которые идут в Дом Божий и не наблюдают за ногою своею. Их мотивирует дух зла для того, чтобы причинять боль самому Господу Иисусу Христу. Дорогие мои, это очень важное слово сегодня. Очень важное слово сегодня, чтобы наблюдать нам за ногой нашу, когда идем в Дом Божий. Я сегодня хочу помолиться о тебе, дорогой друг, в каком бы обстоятельстве ты не был, что бы ты ни переживал сегодня, я молюсь о тебе, Господь Иисус. Пусть животворящее слово Твое сегодня придет в жизнь этого человека, который оглядывается, озирается с болью по сторонам и нигде не находит утешения. Во имя Иисуса Христа пусть придет для Него исцеление. Аминь.